всем привет я снова рад вас видеть на своем канале и в этом виде ролике я вам покажу этот акварий с речными рыбками давно вам его не показывал покажу что изменилось в этом аквариуме но также посмотрим на реакцию акуней на крупный живой мотыль я их давненько не кормил крупным живым мотылем в основном я кидаю крупный живой мотыль только для коростей а больше сначала кормил вот этих вот крупных акуней шиповками ротанами там другими рыбками так чтобы они прям насытились нормально и чтобы не хотели вообще есть просто сидели у дна и потом только закидываю мотыль уже красить только мотыль едят так как у меня мотыля получается очень мало только для карасе я его покупаю и мне не хватает для окуней и вот последнее время замечал то что окуни перестали реагировать вообще на мотыль вот сейчас попытаемся как-то возобновить их интерес к мотылю так что около наверное месяца я хуже не кормил крупным живым мотылем я около месяца кормил только рыбками давайте посмотрим как они отреагируют на крупный живой мотыль к витте это аквариуме сейчас немного так переоформил раньше здесь было много и лады и теперь я убрал практически все воды оставил буквально вот некоторые веточки и они вот снова начали потихоньку разрастаться я более-менее замаскировал снова вот этот фильтр почистил кстати недавно также немного прикрепил получил тот задний распредел потому что постоянно как-то болтался и поднимался поверх Zoo höху не постоянно очень активно гоняются за рыбками по аквариуму и вот там присутник опять не выдержала и опять abreц Indeed начать потихоньку подниматься поверхности иногда бывает так что утром просыпались стою вижу то что воспризание полностью общей на поверхности валяется настолько окуни себя ночью активно ведут что просто распылители вырывает вырывают растений также иногда с Россией более-менее local докладают прям под камни чтобы они не вырывали но это иногда крупных россии и окуни вырывать все равно эти растениями и они плавают наверное до утра у поверхности пока я снова не посажу в грунт окуни довольно голодные их не кормил наверное около трех или четырех дней хотя обычно кормить через день понемногу даю рыбки давайте посмотрим на их реакцию просто на руку так вот я поднимаю руку ну и как видите окуни интересуется что же я буду сейчас давать я вот так вот рукой стучу вот так вот ну и они сейчас ведь вот так вот окунь следует за моей рукой вот так двигает головой вот так вот видите я стучу прям по крышке и окуни вот так вот немного интересуется но одновременно ибо я свете уже заметил мою руку крупный окунь и хочет уже ее видимо кусать мне такое было как только не кусали мою руку но сейчас давайте возьму замороженной или живой мотыли с фладбинка если возьму живой замороженным кормить не буду так что открылся замороженный мотыль у меня никак для него не отреагировали поэтому сейчас крупный живой мотыль и закидываю сюда чуть-чуть вот такой мы посмотрим на реакцию акунии вот этот крупный живой мотыль я его уже достал и потихоньку вот он размораживается он еще более менее живой я заказал в этот раз не пол килограмма килограмма пить и на пустыке в этом розе то что начинает уже потихоньку пропадать по прошедшую уже где-то полутора недель поэтому беру сейчас немножко мотыля и сейчас этим речным рыбком попробую скормить посмотрим на их реакцию красе точно на что-то есть а вот только не знаю начнут ли они есть вот так вот как видите вот карась уже подплыл перед ему стекло и хочет хватать мотыль но только не знаю хотя вот как-то реагирует но не очень сильно хотя посмотрите вроде бы следит за мотылем ну что давайте закинем немного мотыля в этот аквариум и как видите карась набросился сразу на мотыль вот так прямо кверху поднялся также другие красе набросить но тут меня как-то не особо хватает увидите они стоят в стороне как-то и вообще не хотят его есть вот среднюю просто это не понимать что ему делать маленький но хотя бы с этим много едят в основном как-то его плевают около месяца я их не кормил мотылем кормил только карасей но хотя бы сайте подбирают потихоньку видимо не отвыкли от кормления мотылем и потихоньку они его едят как раз как у не стал сети получше сейчас потому что здесь есть у них укрытие в виде и лады и также я у них вот эту лампу вообще не ставлю теперь последнее время только ли виде ролика я и ставлю эту мощную и здесь лампы горит слабая только наверное около шести часов а в основном здесь просто такая тьма и легкий свет попадает только из окна для этих окуней вот видите немного мотыля закинул или шнырки уже съели весь этот мотыль поэтому беру побольше этого мотыля и закидывать такую хорошенькую охапку вот видите снова карась набрасывается окунь как-то тоже вроде бы хватается но потом выплевывают не знаю почему хотя вот не ели около наверно трех или четырех дней но все равно как-то берут и то глотают то выплевывают караси довольно хорошие крупные будет кратко что более толстый кстати заметил он больше есть мотыля а вот этот карась почему-то какой-то более худенький и тут большой красин да прямо гоняет маленького карася от корма и не дает ему нормально питаться поэтому я обычно закидываю в эту части немного мотыля и в ту часть тоже закидываю ногу то чтобы с темночной рыбкой хватало мотыля чтобы все-таки они не гоняли друг друга из-за корма и чтобы все потихоньку равномерно росли вот такая вот красота скоро этих речных рыбок надо будет уже отпускать в речку караси наверное все таки в прудик отпущу они в речку если успею конечно выкопать до нормальной глубины чтобы ты как крупная рыба перезимовала в пруд как пруд принципе не особо-то глубокий шипов какая-то маленькая приземует карасик тоже маленький перезимует но вот такой вот крупный караси перезимует всю зиму без кислорода либо с маленьким сдержанием кислорода в воде но посмотрим если успею выкопать большой пудик в этом году то запущу таких даже крупных карасей свой прудик но пока не вот плавают у меня в аквариуме и едят мотыль закину еще немного мотыля обычно я как раз вот столько и закидывал мотыля в этот аквариум вот так вот закидываю мотыля и окуни все-таки потихоньку начали есть мотыль конечно после мотыля легкая муть в этом аквариуме становится такая на минут 40 может даже на час фильтр не справляется с таким объемом мотыля таким объемом рыбок поэтому не приходится обычно после кормежки чистить активно и промывать и большую губку крупнопористую мелкопористую губку там две губки стоят во внутреннем фильтре поэтому час рыбки поедет про где-то около минут 40 или около часа вся муть которую поднимут рыбки со дна войдет в губку я тогда остановлю этот фильтр и его снова промою пить и мотыль туда не долетает но именно вот вся вот эта мелкая муть мелкая звезь вот продукты жизнедеятельности карасе особенно и окуни находит сейчас на дне когда вот красивок у него так вот резко гоняется за мотелем роет грунт естественно это все поднимается в воду уже вот видно шелуха поднялась и продукты жизнедеятельности рыбок естественно это все забивает фильтр и все больше и больше он избавляет ход и в итоге даже практически останавливается иногда слава богу меня здесь есть дополнительная рация и в принципе даже если фильтр ночью остановится точечные рыбки не погибнут особенно здесь яркий кстати вот этот тут маленький окунь всегда такой яркий активный агрессивный но большого какие-то такие более не поворот видимо они слишком крупные для этого аквариума естественно не крупные они больше 20 сантиметров практически все кроме маленького который 19 метров длиной вот такие вот ручной рыбки я думаю я вам уже показал как они едят корм это либо последние кормите ручных рыбок либо предпоследние отморочи выпущу последний ролик с кормлением этих ручных рыбок рыбками какими-то тонами там у меня остались в аппаре еще рутаны и шиповки отморочи выпущу или к возможно нет пока подумаю ну такой ролик с очными рыбками получился я вам показал как изменился Это такое, я вам показала речных рыбок, давно я вам их не показывала, наверное, около двух недель, почти две недели я вам их не показывала Вот, показала, показала, как они едят мотыли, всё-таки вы хуйни не отвыкли от мотыля и активно его сейчас поедают Всем спасибо за просмотр, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь Не пропускайте мои видеоролики, чтобы не пропустить мои новые видеоролики, обязательно нажимайте на колокольчик Ставьте лайки, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok